Обзор новостей экономики и бизнеса. В эфире канала ОТС. С вами Дмитрий Белькевич. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск открывает цифра дня. 1 миллиард 200 миллионов рублей выделило российское правительство на реализацию программы субсидирования авиарейсов внутри страны. Она поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России. Добавлю, Кабмин также утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров. Согласно подписанному премьерам Михаила Мишусиным постановлению, туркомпании, отвечающие ряду критериев, могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости билетов. В каких регионах Сибири самая высокая зарплата? Какое авианаправление открывают из Новосибирска? И как россияне относятся к идее стать самозанятыми? Смотрите далее. Средняя зарплата в Новосибирской области составила в этом году 41 599 рублей. Таким образом, по уровню зарплаты наш регион стал седьмым среди субъектов Сибирского федерального округа. Это следует из данных Новосибирскстата. Также известно, что в среднем по округу показатель выше 44 117 рублей. Самая высокая зарплата в Красноярском крае – это 54 216 рублей. На третьем месте по уровню средней зарплаты в первом квартале этого года – Иркутская область, где орган статистики насчитал 49 631 рубль. Чуть-чуть от Иркутска отстала Томская область – 46 452 рубля. Ну а меньше всех получают жители Алтайского края – 29 562 рубля в месяц. В Южную Корею можно теперь улететь прямым рейсом из Новосибирска. Авиакомпания S7 открыла продажи билетов на рейсы в Сеул. Осуществляться рейсы будут по пятницам, начиная с 18 июня. Из Толмачева самолет отправляется в 22.35, а прибывает в Сеул без 5-6 утра на следующий день. Обратный рейс в сибирскую столицу в субботу. Вылет в 6.55, прибытие в 11.05. Полеты будут проходить на комфортабельных лайнерах Airbus A320 Neo. Добавлю также, что авиаперевозчик включил в полетную программу прямой рейс в Сеул. Из Иркутска рейсы будут выполнять по вторникам, начиная с 15 июня. Аналитики в ЦОМ выяснили, как россияне относятся к идее самозанятости. Оказывается, большинство наших соотечественников, 70%, слышали о возможности получить такой статус. Но хорошо об этом знают только 33% респондентов. Более информированными оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. И в основном граждане с высшим образованием. Также аналитики пришли к выводу, что половина наших соотечественников считает важным заключить официальный договор с работающим исполнителем, даже если это увеличит стоимость услуг. Заключение официального договора с исполнителем неважно для 40% опрошенных. Сколько стоит отпуск, если от него отказаться? Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какая зарплата позволит россиянам отказаться от отпусков. В итоге большинство из 5000 опрошенных готовы пожертвовать отдыхом за зарплату в 413 600 рублей. К примеру, москвичи не могут отдыхать, если им будут платить в месяц 405 000 рублей. А жители северной столицы оказались куда более жадными. Меньше чем за 418 000 в месяц от отпуска они не откажутся. Напомню, недавно аналитики сервиса выяснили, желаемый уровень дохода россиян оказалось, что в среднем респонденты хотели бы получать 158 000 рублей в месяц. Государственные и муниципальные заказы позволят заинтересовать промпредприятия региона в изготовлении продукции из вторсырья. Так считает депутат областного законодательного собрания Вадим Агеенко. Если у предприятий-производителей будет устойчивый рынок сбыта своей продукции, они достаточно быстро смогут наладить систему раздельного сбора ТКО, которые будут являться для них сырьем. Если мешают технические регламенты, можно сделать какие-то другие, а если ничего не менять, то вторсырье будет болтаться само по себе и никуда не денется, заявила Агеенко. На этом у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. До встречи на канале ОТС.